Коронавирус ставят в тупик не только врачей, которые до сих пор не могут с точностью прогнозировать, как повернется заболевание, на какие жизненные системы человека повлияет. Эпидемиологи, глядя на ретроспективу развития событий, сравнивают картину происходящего с классическим течением пандемии. Обычно пандемия, и мы это видели раньше, что первая волна может быть низкая, вторая волна выше, третья волна, она практически всегда ниже, и на этом заканчивается. Может быть, немножко наоборот, может, первая волна будет самая высокая, вторая, третья, она уже падает и пандемия заканчивается. История болезни длиной почти в два года показывает другие цифры в самом начале. Впечатляла цифра в 35 подтвержденных случаев заболевания. Вторая волна, которая пришлась на ноябрь-декабрь прошлого года, давала пиковое значение 86 заболевших за сутки. Сейчас максимальная цифра дошла до 167 и держится где-то около. Это не классическое развитие пандемии, и это нас очень-очень беспокоит в плане того, что, а не будет ли еще очередная волна, очередная волна. И естественно, если такое вот алогичное развитие пандемии, надо быть готовым к следующей волне. Если тогда было 35, сейчас 60, потом 60, там 80, 160, какая будет следующая волна? Неизвестно. Когда-то единственная смерть от COVID-19 за сутки вызывала страх и опасения за свою жизнь. Сейчас в республике ежедневно погибают 5-7 человек. Смертность в общем по России бьет антирекорды. В страну пришла дельта – это индийский штамм коронавируса, который отличается тяжелым течением и высокой летальностью. Вместе с тем и вариант защиты появился. Главное – успеть его использовать. Если нам сейчас даст возможность вирус, какой-то нам перерыв, какое-то послабление, если сейчас после вот этого плата будет снижение, мы видим по России, что в общем-то идет снижение. Надеемся, что и у нас такая же будет ситуация. Но вернее не то, что надеемся, мы уверены, что так будет. Вот это надо использовать максимально, потому что предыдущие такие возможности мы использовали крайне плохо. Крайне плохо – это пролетние темпы вакцинации, когда прививочные кабинеты практически пустовали. Республика уже упустила одно окно для создания коллективного иммунитета и сейчас из-за споров вокруг вакцины рискуют пропустить следующее. Светлана Лашина, Игорь Гангаев. Наши новости.